так так кто у нас сегодня цветаева цветаева марина и ванна марина это я не сомневаемся в вашем искусстве давайте поскорее начнем господа нам потребуется ваша полная концентрация вы конечно же уже знаете тучей дух мы сейчас будем вызывать в тот момент когда я начну ритуал я прошу вас держать перед глазами ваше самое яркое воспоминание о ней страстная искренне даже если не очень господа соблюдайте порядок господа любое главное самое яркое начнем не возьмешь моего румянца сильного как разлива рек ты охотник но я не дамся ты погоня но я есть бег не возьмешь мою душу живу так на полном скаку погонь пригибающийся и жилу перекусывающий конь аравийский не возьмешь мою душу живу не дающийся как пух жизнь ты часто рифмуешь жил жива без ошибочек певчий слух незадуманно старожилом отпусти к берегам чужим жизнь ты явно рифмуешь жиром жизнь держи его жизнь ножи жестокие ножных костяшек кольца в кость проникает ржа жизнь ножи на которых пляшет любящее заждалась ножа вы чувствуете чувствуете что она здесь и не знала я что я поэт сорвавшимся как брызги из фонтана как искры из раки это райнару марии волхонскому ворвавшимся как маленькие черти святилище где сон эфемиам моим стихам о юности и смерти нечитанным стихам это волос а кость это мне она растает пушкину разбросанным в пыли по магазинам где их никто не брал и не берет моим стихам как драгоценным вином настанет свой черед хнула и встала со скамей своей пошла но только повернула в арею прямо перед ней блистая вздоры взорами евгений стоит подобно грозной тени и как огнем обожжена остановилась она первое что я узнала о пушкине что его убили дальше я узнала что пушкин был поэт а дантес француз дантес возненавидел пушкина за то что не умел писать стихи и вызвал его на дуэль ну то есть заманил его на снег и там убил из пистолета в живот так я уже в три года знала что у поэта есть живота и об этом животе поэта который так часто бывает не сытый в которой пушкин был убит пеклась ничуть не меньше чем о его душе но он не создан для блаженства ему чуждаши да пушкин был мой первый поэт и мы его первого поэта убили так напрасны ваши совершенства нисколько их не достоин я поверьте веренство им порука супружества нам будет мукой и сколько б я вас не любил привыкну тут же разлюбил скамейка на скамейке татьяна потом приходит онегин и говорит только он она не говорит ни слова и тут я понимаю что это любовь но нет я конечно не вонегина влюбилась я вонегина и татьяна влюбилась в их в них обоих вместе в их любовь и ни одной своей вещи я потом не написала не влюбившись одновременно в обоих и даже в неё немножко больше в их любовь и если я потом сама всегда первая писала первая протягивала руку и руки не страшась суда потому что тогда на заре моих дней татьяна так сделала если потом когда уходили а всегда уходили я не только руки не протягивала я должен головы не оборачил потому что он не любил ну это я поняла да буду и сел любила напомню их стола они ничего интересны они не секунды ни были вместе все противоположные он говорил она молчала он не любила она любила он ушел она осталась так что если поднять занавеса на 1 стоит вернее уже сидит состояние было потому Потому что он стоял, а теперь рухнуло и так и сидит вечно. Точно! Татьяна на этой скамейке сидит вечно! Начнете плакать своей «Я вас люблю!» Любовью брата! Другое дело. Может быть, еще нежнее? Послушайте ж его без гнева. Сменит не раз молодая дева. Мечтами строгие мечты. Так деревцо свои листы сменяет каждую весной. Так, видно, небом суждено. Полюбите вы снова, но... Учитесь властвовать собой. Не каждый вас, как я поймет, к беде неопытность ведет. Непреклонное ясновидящее, но любящее. Итак, не мчались. В воздухе нагретом уж разрешалась зима. Тук-тук, разрешите? Пожалуйста. Он не сделался поэтом. Нет. Нет. Не умер. Нет. Нет. Не сошел с ума. Нет. Весна. Весна живит его. Впервые свои покоя. Он ясным утром оставляет. Несется вдоль львы. В санях. На синих иссеченных льдах. Играет солнце. Грязно тает. На улицах. Разрытый снег. Куда понял свой быстрый бег стремит Онигин? Куда? Идет. Куда? Куда? Вы заранее уж угадали. Точно так. Примчался к ней. К моей Татьяне. Мой неисправленный чудак. Идет на мертвеца похожий. Нет никого. Ни одной души в прихожей. Он в залу. Дальше никого. Дверь отворил он. Что ж его с такой силой поражает? Княгиня. Перед ним одна. Сидит неубрано. Где неубрано? Везде неубрано. Извините. Бледна. Какое-то письмо читает. И тихо слезы бьет рекой. Опершись на руку. Щекой. В доске минут. И лучше, кажется, была. И я любила вас. И что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость? Не правда ли вам была не новость смиренной девочки любовь? И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомни взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. И ведь в отповеди Татьяны нет ни капли мстительности, поэтому и получается некая полнота возмездия. Поэтому Онегин застыл, как громом пораженный. Все козыри были у нее на руках, чтобы свести его с ума, чтобы втоптать в землю той скамьи, сравнять с фаркетом той залы. Все это она разрушила одной обмолвкой. Я вас люблю. К чему лукавить? К чему лукавить? Да хотя бы к тому, чтобы торжествовать. А торжествовать к чему? Все козыри были у нее на руках, но она не играла. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Ровный, как у верблюда. Он очень любил целовать мои локти. Ну только очень большого поэта могут так волновать женские локти. А Блок? Нет, нет, Блок это совсем другая история. Он не мудрый в своих произведениях, но в жизни совершенно другая история. Он не приложил никаких усилий, чтобы ну хоть как-то меня очаровать. Ну а Брюсов Бальмонт Ходосевич? Нет, нет, Пушкин. Пушкин. Только Пушкин. Пушкин. Дэнди. Бунтарь. Это я. Старший товарищ. Это я. Или равный. Что? Равный. Равный. Равный мне. Моему таланту. Пушкин. Дэнди. Бунтарь. Гений. Ну конечно гений. Гений такой же как я. Как кто? Но только когда я увидела тебя в виде медного изваяния, про тебя уже все было известно, а я только могла предощущать свой будущий полет, свою будущую величину. Мариночка, это звучит не скромно. Ну не скромно, но ты же не стеснялся говорить про себя? И славен буду я. Славен буду я. Славен буду я. Да коль в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Поэтому я заслужила, ну пусть не такую любовь, но хотя бы памятник. Памятник. Пусть себе. Воздвигни рукотворный. К нему не зарастет. Народная тропа. Вознесся выжжен. Главою непокорной. Память. Вознесся выжжен. Памятник. Памятник. Вознесся выжжен. Вознесся выжжен. Александринского столба. Маринчика Ивановна, прошу вас. Видите, шумит. Макс, это море. Море, море, море. Пеша, море. Непривычно? Море, море, море. Вот сейчас будет булькать, бурлит. Сидите, булькайте. Макс, как прекрасно. Вот это Москвы, непривычно. А я от Маринчика Ивановна. Булькайте, булькайте море. Каждый день вижу. А то знаете, каждый день вижу, каждый раз. Удивляюсь. Даже недавно набросал, вот, бушует ветер, шумит глухой раскат волны, бушующей на берег плоской, полынный дух и жесткий треск цикад, а за окном расплавленное море, горит парчой в лазоревом просторе. Макс, Макс, а чем это так пахнет? А, пахнет это, так полынь, я ее тут собираю, развешиваю, иногда даже веночки из нее плету и пахнет, скажу вам, даже лучше, чем одеколон. Ой, Макс, я как представлю вас в таком венке, и вообще ваше все одеяние, Макс, вы как древний поэт. А что вы смеетесь? Нет. Это местность такая, посмотрите, местность древняя, кипит. Макс, а вот это драгоценный камень? Нет, это не драгоценный, нет. Не драгоценный. Вон тот, вон тот полудрагоценный, да. А вон там вообще сердолик. Сердолик? Целое море. Целое море, понимаете, что море, море. Вон, видите, вон там, это римские бани, да, древние, древние. А вот это вот, вон там гора, видите, вот та. Да. Кородак. Кородак. Тоже очень древняя. Говорят, что именно здесь Орфей сходил в Аид. Орфей. Да, Геродот здесь бывал. Овидия сюда сослали. Вы знаете об этом? Нет. Овидия. Бог мне иное дал. Морское оно, морское. В кружении вальса под нежный вздох. Забыть не могу, тоския. Мечты иные мне подал Бог. Морские они, морские. Ох, с дыркой надел носки я. Поет огнями манящий зал. Поет и зовет, играя. Но душу Бог мне иную дал. Морская она, морская. Морская. Это не может быть морем, сказала я, увидев его впервые. Море, оно какое-то, оно какое-то совсем другое. Ничто, о чем мы говорим, не имеет никакого смысла. Только любовь в нашей голове. Она действительно реальна. Ну да, ты теперь мертв. А я так и не узнала тебя. Ты жалеешь, что любил меня? Да, я жажда трав. Каждый, каждый росток сломит. Да, лоскута раздах. Раны еще мои. И пока, и пока общий шов. Бьюсь, бьюсь, не наложишься. Рано еще до льдов. В гостинице тихий звон старинных часов, как капельки времени. И по вечерам из какой-нибудь мансарды, флейта, и сам флейтист в окне, и большие тюльпаны на окнах. И, может быть, вы бы даже меня не любили. Посреди комнаты большая израстовая печка. На каждом израстце картинка. Роза. Сердце. Корабль. А в единственном окне снег, снег, снег. Вы бы лежали, каким я вас люблю. Ленивый, равнодушный, беспечный. Изредка легкий треск спички. Папироса горит и гаснет, и долго-долго дрожит на ее краю серым коротким столбиком пепел. Вам даже лень его стряхивать. И вся папироса летит. Представляете, какой-то глубокий, пламенный юноша. От малейшего волнения у него повышается температура. Он весь, бихорадочная жажда всего. Мы познакомились с ним, когда ему было 17, а мне 18 лет. За три года совместной жизни, ни малейшей тени сомнения друг в друге. Наш брак — это просто чудо. Мы с ним никогда не расстаемся. Он мой самый родной. Я никогда бы не смогла любить никого другого. Во мне слишком много тоски и протеста. Только без ним я могу быть такой, какая я есть. Совершенно свободной. Есть в мире лишние, добавочные, Невписанные в огоем. Нечислящимся в ваших справочниках Им свалочная ямадо. Есть в мире полы затолканные, Немодствующие на вось. Вось в вашем подолу шелковому Грязь брескует из-под колю. Я ничего о нем не знаю. Я ничего не хочу о нем знать. Мне нравится догадываться. Они смеялись с Сережей, А я все смотрела в лицо Радзевича. Такое молодое лицо и морщинки вокруг глаз. Такие морщинки, которые бывают у добрых людей, Которые очень много смеются. Радзевич совсем не похож на тех, Кого я когда-то любила.